Приветствую, друзья! Коррупция убивает. Многие из нас согласятся с этим утверждением. Но обычно мы все-таки используем это выражение в фигуральном смысле. Коррупция убивает страну, коррупция убивает будущее, коррупция убивает в нас людей, наконец. Но есть ли прямая связь между коррупцией и жизнью? Посмотрите это видео, и вы узнаете, как маленькие гешефты главы Роспотребнадзора ставят под угрозу жизни миллионов людей. В последнее время у нас в стране каждый день от ковида умирает больше тысячи человек. Это по официальным данным оперативного штаба. Как было уже не раз посчитано, обычно официальные цифры оперативного штаба в 2-2,5 раза меньше, чем данные Росстата. А показатели избыточной смертности, которые точнее всего показывают количество погибших от эпидемии, еще выше. Таким образом, по весьма консервативным оценкам, сейчас в день умирает от ковида не меньше 2,5 тысяч человек. Это практически миллион в год. Миллион наших соотечественников, знакомых, родных, друзей. Каждый 145-й гражданин страны умрет за год от этого самого ковида. Это уже практически как будто бы военные потери. Самая существенная причина такой смертности – низкий уровень вакцинации. В России очень мало привитых. Было бы неправильно винить в этом граждан, мол, во всем мире люди продвинутые, у нас темные прививок боятся. Это не так. Нормальные у нас люди. И тут я сделаю ремарку. Я сам привился и всем советую это сделать. Но подозрительное отношение российских граждан в отношении вакцинации, к сожалению, рационально. Сначала государственные пропагандисты пишут про западные вакцины, что они, мол, плохие, от болезни не спасают. Потом очень быстро презентуют национальную вакцину «Спутник Ви». А затем еще две. При этом российские вакцины имеют проблемы с документацией и оформлением испытаний. Из-за этого они не могут пройти регистрацию на международном рынке. А западные прививки на российский рынок и не допускаются. Причем явно по политическим мотивам. Плюс часть российских вакцин явно вызывает сомнения в эффективности, а их производство в соблюдении норм качества. Ну, попросту ту ли самую вакцину, которую разработали, они производят. Или что-то вообще совершенно иное. Конечно, в такой ситуации у населения появляется подозрительность. Может власть соврать про вакцины? Ну, конечно, может. Про остальное же врет. Может ли во вред людям не допустить западные вакцины из-за ложно понимаемого патриотизма из-за коммерческих соображений? Ну, конечно, может. И делала так уже много раз. И, наконец, может ли кто-то из чиновников выпустить на рынок непроверенную или неэффективную вакцину из коррупционных соображений? Ну, конечно. И вы знаете, люди не так уж не правы в своих подозрениях. Знакомьтесь, Анна Попова, главный санитарный врач страны. До 2020 года Попова достаточно бесцветный и неприметный чиновник. Особенно по сравнению со своим предшественником, знаменитым борцом с грузинскими и молдавскими винами и литовским молоком Геннадием Онищенко. Но с начала эпидемии Попова развивает активность и входит в топ чиновников страны по цитируемости в СМИ. Возглавляемый ею Роспотребнадзор находится на переднем крае борьбы с эпидемией. Ведь это ведомство, например, регистрирует вакцины против коронавируса. То есть решает, какие вакцины государство одобряет к использованию, а какие нет. В числе зарегистрированных Роспотребнадзором есть вакцина Эпиваккорона. Эпиваккорона позиционируется как мягкая вакцина, которая не имеет побочных эффектов. Возможно, это правда. Однако некоторые ученые подвергают сомнению ее эффективность. Другими словами, вакцина сама по себе не навредит, но ложное чувство защищенности может подставить людей под угрозу. Вакцина Эпиваккорона была разработана институтом Вектор, входящим в структуру того самого Роспотребнадзора. Статья об испытаниях вакцины была опубликована в журнале «Инфекция иммунитет», который тоже входит в структуру Роспотребнадзора. Это уже странная ситуация, исключающая независимую оценку рецензирования. Но это не самый конец. Вот это патент на интеллектуальную собственность на вакцину Эпиваккорона. Обратите внимание на раздел «Авторы». Видите знакомые фамилии? Ну, подскажу. Попова Анна Юрьевна, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Почему это важно? Патентное право регулируется Гражданским кодексом. Согласно закону, автор патента является обладателем исключительного права на запатентованное изобретение. Типовое соглашение об интеллектуальных правах предусматривает солидный размер вознаграждения всех авторов патента в размере от 10 до 30%. То есть до 30% от всех заказов на Эпиваккорону должны уходить вот этой группе авторов. О каких суммах речь? Речь о контрактах на закупку вакцины на сумму более 1,4 млрд рублей. Нетрудно посчитать, что коллектив авторов патента, включая главу Роспотребнадзора Анну Попову, может получить вознаграждение в размере от 140 до 420 млн рублей. И вот тут есть такая тонкость. Если авторы сделали изобретение в рамках служебных обязанностей, то им светит не процент от продаж, а лишь небольшая премия. И большинство авторов патента на Эпиваккорону, они работали в институте Вектор и в рамках своих служебных обязанностей. А кто не работает в Векторе? Кто является приглашенным автором патента и имеет право на полное вознаграждение? Правильно! Глава Роспотребнадзора Попова Анна Юрьевна. Получается очень интересная схема. Анна Попова входит в коллектив разработчиков Эпиваккорона. Затем исследования, подтверждающие эффективность вакцины, публикуются в ведомственном журнале ее собственного ведомства. А после Роспотребнадзор регистрирует вакцину и закупает ее на бюджетные деньги. И глава этого самого Роспотребнадзора выступает в этой схеме и изобретателям, и рецензентам, и регуляторам, и заказчикам, и выгодоприобретателям. Ну просто гениально! Наперсочники отдыхают. Это не просто потенциальная коррупция. Это гораздо хуже. Независимые и рецензируемые научные журналы и медицинский регулятор нужны, чтобы обезопасить людей от плохих лекарств. От некачественных, непроверенных, неэффективных. Разработчик, понятно, заинтересован в регистрации и продаже своего лекарства. Поэтому сначала исследования должны проверить другие ученые. Затем эту проверку должен проверить регулятор. И только после этого государство закупает лекарства для использования. А тут все решает один человек. Это же дичайший конфликт интересов. Даже если забыть, что на кону стоят сотни миллионов потенциальной прибыли. Коррупцию убивает. Я с этого начал. По данным Роспотребнадзора, на конец августа вакцина и пивак корона в России привелось более 1 миллиона человек. Я не являюсь иммунологом, микробиологом или специалистом по вакцинации. Впрочем, Анна Попова тоже. Ее диссертация была на тему гигиеническая безопасность населения в условиях загрязнения окружающей среды. Так вот, не являясь никем из этих, я точно знаю, что там, где появляется коррупция и конфликт интересов, там заканчиваются безопасность и эффективность. Нет ни одного пристойного объяснения, как и зачем руководитель государственного медицинского регулятора попал в число разработчиков, одобренной и оплаченной государством вакцины с сомнительной эффективностью. А ведь Попова входит в число авторов и патента на вакцину против Эболы. Эта вакцина тоже разработана вектором, тоже одобрена Поповой и тоже закуплена государством на 400 миллионов. Соответственно, отчисления автором патента могут составить от 40 до 120 миллионов. Глава Роспотребнадзора записана одним из правообладателей патента на мобильный бокс противоэпидемической безопасности за 250 тысяч рублей штука. Попова также выступает с автором патентов на изобретение бактериологически чистого продукта с повышенным содержанием минорных белков. На основе этого продукта в Свердловской области уже одобрено производство детского питания с существенным государственным финансированием в полтора миллиарда рублей. Я перечислил далеко не все случаи, когда глава Роспотребнадзора оказывалась соавтором самых неожиданных медицинских изобретений. Неожиданных, но объединенных общей логикой. Во всех случаях одобрение и регистрация препаратов или продуктов зависит от Поповой. Автор патента получает очень ощутимые финансовые перспективы. Анна Попова и контролирующие ее руководство Минздрава должны уйти в отставку. Это минимум. Это если мы имеем просто конфликт интересов. Также должны быть опубликованы документы, кому и в каком объеме перечислялись ройалти по патентам, где Попова числится в соавторах. Если она сама, ее родственники или знакомые имеют отношение к выгодоприобретению, то необходимо уголовное дело о незаконном обогащении. Коррупция бывает разной. Бывает бытовой, когда кто-то дает на лапу гаишнику. Бывает крупная. Это когда, например, чиновник просит взятку, чтобы ускорить выдачу разрешения на строительство. Но самая опасная коррупция – это коррупция системная. Это когда смыслом существования системы власти становится обогащение. Когда, например, трубопровод строится не для транспортировки нефти, а чтобы украсть на строительстве. Пример Роспотребнадзора – это коррупция системная. Более того, это ее самая опасная разновидность, потому что касается здоровья и жизни большого количества людей. Наших сограждан. Счастливого.